Здравствуйте, люди! Меня зовут BlacksInfinity, и надеюсь, вы поймёте меня сегодня как люди, потому что сегодня будем смотреть не человеческий сериал, а пришельческий Супергёрл. Погнали. Хуя себе нападение. Страж, пошёл. Страж, смотри, на пафосе идёт. Такой чистый ебёт. Смотри, подожди. Ты Гардиан? Да, просто... Попробуй не поставить их в социальные медиа, и попробуй оставить их вверх. Окей, извините, я просто... Я не знала, что я... Я... Я не знала. Я думала, что вы были друзьями с супергерлами, но... Чего? Ну, не человек, потому что это... Ты уже взял, но ты супергерл. Ты супергерл. Это... Это... Что сейчас было, я не понял. Это так в сериале был монтаж такой ебанутый? Гениально. Если... Ну, поясните, короче. Ой, пиздец. Бля, из Лены сделают злодейку, что ли? Ещё так тупо. Да ну нахуй. Сценарист! Не делай, не делай. Пожалуйста, не надо. Бля, хуя... Хуя сюжетная ветка. Вот это вот супер. Вот это супер ветка. Лайк. Ставлю. Всё, пизда. Всё. Доигрался. Тупо доигрался. Джеймс Олсон. Ну, что ж ты делал? То есть, линчеватели могут арестовать, а супергерл нет? Хуя. Это расизм? Оба делают одно и то же. Только одна инопланетянка, другой просто челик. Оба пиздят преступников. Блядь. Ну и бред. Не позорьтесь, боже, блядь. Что за хуйня? Какой арестовать? Я понимаю... А, ну стрелу тоже арестовать. Это тупая хуйня. Тупой хуйни. Ещё бы Флэш арестовали, блядь. Ага, то есть этот клан хочет создать ещё одну убийцу миров. С помощью этого орудия. Джеймс, если ты делаешь это, я приезжаю с тобой. Угу. 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 Значит так. Даже. Окей. Окей. Блядь. Я не знаю, сериал в другой реальности живёт, что ли? Что и герой чёрный. Все будут ликовать. Спойлер. Извините. Но в наше время только так. Не ликуют только тогда, когда в игру про Вторую мировую запихивают синих негров, тёлку с протезом и Кратоса на минималках, блядь, во Вторую мировую, блядь. Вот тогда не ликуют. Но это иной случай. Это не Вторая мировая. Я не знаю, чё-то так переживает. Как будто там, блядь, пиздец, расизм. Я очень боюсь от тебя. Это что, легендарное проникновение, блядь? Боже, Манел пиздец ебёт, блядь. Хуя себе. Переоделся. Волшебно. Волшебно. Ясно хуй-то. Я, насколько понял. Это Таня. Это одна из версий Power Girl. Которая не та, помните? С белым костюмом, и так скажем, с глазами большими. А другая. Которая... Афроамериканка. И, в общем, я так понимаю, что сейчас будет... Канон Тани. Как Power Girl. Нет? О, сейчас будет махать. Люди против богов. О, всё, пошло добро. Седан, мотивация. Обожаю. Очень классно. Опа! О, это чё? Человек из стали? Человек из стали на минималках сейчас был. Ну вот с ней... Вот с ней. Логично, что сработает. Всегда мотивация. Да? Потому что... По сути. По факту. Она... Искусственно себя создала. То есть, не с самого рождения. Поэтому с ней всегда мотивация должна работать. Но по логике. А с теми тремя-то, блять. Как? Как такое допустили? Как? Недоработка, нахуй. О, сейчас руку отрежут. Нет. Ну да, это же сериал Седаба. Какая рука? Какая рука, а гайз? Седаб. 6+. 3+, ладно. Чё, не будет канона Power Girl? Я думал, будет. Я думал, она станет Power Girl, наденет белый костюм. И всё. Хуя трансформация. Взлетаем! Ярик, блять! Влезай, бучок-путик! Извините. О, там написано Дэдпул Next. Наконец-то. Супер. Так, клиффхanger, да? Или чё? О, это ж этот. Это ж главный. Ты в порядке, блять? В самом деле, я никогда не был лучше. Нихуя. Клифф. Он чё, хочет стать этим? Power Man? Не понял. Не понял, прикол. В общем, ребят, я посмотрел новую серию. Значит, Супер Йорл. Я поставлю ей, наверное, 7 из 10. Мне, в принципе, серия понравилась, она была интересной. Я опять не могу поставить 8. Здесь, во-первых, была проблемная сюжетная линия с дочкой и батей-мастер-барсианином. Знаете, в чём проблема? Она, типа, не нужна. Она вообще как-то, ну так. На похуй. Ты смотришь, как бы, и можно пролистать. Все эти моменты можно пролистать, по сути. Может быть, кому-то они покажутся миленькими, интересными. Но... Такими... Уть-уть-уть-уть-уть-уть-уть, блядь. Дед нахуй. Вон он. С мелкой. Охуенно. Шедевр. Но... Но... Действие. Через какую-то хуйню искусственно введённую. Поэтому моменты просто можно вырисовать на 10 минут. Получается, серия идёт 32 минуты. На самом деле, в коронавитраже. Вот. И, по сути, это филер. Это филер, с которым... Ну, нельзя сказать, что это филер, потому что они нашли кое-какой камень, который потом поможет им победить Рейну. Они полетели к нему в конце. В конце пришёл тот дед. Непонятно, что пришёл. То ли он чему-то рад, наоборот. Что это его план был, чтобы они в итоге полетели туда. То ли он сам чем-то хочет стать. Короче, непонятно. Таня тоже была введена, вброшена. Там я видел... Говорили, что это та самая Таня. Не помню её фамилию. Которая должна Power Girl вставить. Но она не стала Power Girl. Я думал, станет. Предполагал. Нет, не стала. Было бы совсем фантастично. Но не стала. Не стала, короче. В общем, да. У Лены Supergirl на пряжке. И такое чувство, что из Лены хотят сделать злодея. Надеюсь, не сделать. Будет крайне глупо. Это будет крайне глупое решение. Мне такое решение сразу не понравится. Мне бы понравилось... Нет, решение сделать из Лены злодея, как бы такое возможно, в принципе. Но мне не понравилось бы из того, как они это сделали. Ну, типа, ни один разумный человек не будет творить хуйню из-за того, что один человек скрывал от другого какой-то... Нет, ну... Некоторые будут, но не так жестко, чтобы прям становиться нахо-убийцами и всех убивать. Это, конечно, иногда бредовое. Тем более... А Лена не псих. Вот в чем дело. Психи могут так делать. Но Лена нам показывали ее развитие. Она довольно адекватный. Миролюбивый такой человек. Просто со своими взглядами. То есть, что пизды дать может, если там какая-нибудь хуйня произойдет с ней. Стратегично разлита, умна. Но чтобы становиться психопатом-злодейкой, нет. Поэтому внимательно следим за ходом сценарьной мысли. И не упускаем любых моментов на это. Значит, между Монелл и Супергерл вроде здесь не было особой химии в этот раз. Ну, сюжетка сама порадовала вот этим вот, как бы, обилием. Интересных моментов снова. То есть, это и раскрытие, собственно говоря, так немножко пораскрывали Джеймсона Олсона. Поигрались с его личностью, сдадут или нет. Интересно, поигрались. Правда, был один момент, тоже затянутый, когда он рассказывал про свою историю из детства. Она как-то была вообще ни о чем. Типа полиция посадила их, связала его в наручники в 7 лет. И как это связано с тем, что он сейчас выйдет и скажет, я линчеватель. Да, блядь, никак, если по логике посудить. Никак-то нахуй не связано. Поэтому, ну, просто, просто, блядь, пизданул хуй эту биографию. Пизданул хуй. Блядь, блядь. Ну, вот. Ну, то есть, смотрите, опять, интересная обыгровка. Какой-то неудачный, абсолютно, не в тему момент, который можно промотать, выбрать, никак не повлияет на сюжет. В принципе, Джеймс Олсона это тоже, ну, никак не раскрывает, по сути, по факту. Интересные замутки между Супергелл и Лен. Но там нужно понимать, к чему это может все привести. Интересные замутки против этих фанатиков. И то, что там происходит. Вот эти вот развития сюжета с помощью камня. То, что они могут ее победить. Плюс, то, что и сейчас пошло время на отчеты. По сути, Рейну они не пытаются всегда мотивации слить. Видимо, это не совсем помогает. Но и Рейна начинает выбираться, адаптироваться, становиться сильнее. Мне даже кажется, что этот сезон может к концу... У него осталось три серии, и он уже нашел какой-то свой темп, и в конце может гениально выдать. Как это было? Нет, во втором сезоне какая-то хуйня произошла. Левая забейте. Но здесь могут выдать. Если все нормально будет, то есть я опять ставлю 7 из 10. Мне, в принципе, интересно было даже смотреть. Даже особо, ну, таких крыжовых моментов и совершенно скучных или ужасных, ну, особо не было. Было, конечно, я рассказал вам об этом. Но чтобы так сильно, нет. Поэтому верю, на самом деле, я в Супергерл. Верю, понимаю, о чем, для кого. Но могут они, конечно, делать. У них просто есть база хорошая для того, чтобы делать хорошо. Но они не используют ее. Вот так вот. Просто ленец. Зачем делать больше, если можно за те же деньги, за те же рейтинги сделать меньше. Вот так вот. Ну ладно, с вами был BlacksInfinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите столько хороших сериалов. И оставляйте комментарии. Пока-пока.